Слава нашему Господу! А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Почему эти слова будут зачитаны с самого начала? Дорогие братья и сестры, я думаю, что для нас, как написано в Слове Божьем, вернейшее пророческое Слово Божие. Если мы к Нему подходим, как к святильнику в горящем темном месте, мы слышим, кто к нам обращается Господь. Видите, слова Христос некогда сказал ненавеся, и Он не сказал это неверующим людям. Он сказал им тем, чтобы они остерегались. А вы не называйтесь, обращение к кому? Самим учителям. Не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос. И отцом себя не называйте никого, теперь обращайтесь к народу. Не избирайте, ибо, говорит, избрали себе кого? Учителей, которые сядь, слуху их, так? О, сколько сегодня этих избранных учителей, о, сколько сегодня этих сядь, слуху народа, обманывающих сами себя и народ. К сожалению, сегодня очень много, я не говорю о никаких больших динаминациях, я говорю о тех, о которых я имею право говорить, те, которые называют себя пятидесятники. Сюга сегодня этих учителей, сяших слуху их, сюга сегодня избранных им, они сядь, они обманывают, они лицемерят, они лукавят, они обещают то, что сами не имеют. И здесь Христос предупреждает. Здесь, братья и сестры, никто другой, сам Христос предупреждает. И ниже он говорит, ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвесится. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры. Это категории рангов верующих в то время религиозных людей. Горе вам, книжники, которые знают свершенное Писание. Горе вам, фарисеи и лицемеры, и что затвораете Царство Небесное людям. Фарисеи, это в того времени была такая секта или церковь, так называть сегодняшним языком, которые тоже служили Богу. Но фарисеи служили на людях. Фарисеи служили на виду. Они поклонялись, молились так, чтобы их видели. Они ходили в таких одеждах, чтобы их видели на улице. Они ходили в таком одеянии, поведении, чтобы их видели, что это святые, набожный народ. Они даже, помните, я говорил, почему-то здесь подчеркнуло именно фарисеям. Они даже этим, они не имели, как мы сегодня имеем Библию, они были пергаментами, написаны пергаментами или на коже, или на бересе. И это послание, и этот закон Божий, и эти заповеди Божии, они мазали их нодом и выходили на улицы, читали и лизали, что так они любят Слово Божие. Это лицемерие, как и сегодня то же самое. Они сегодня имеют прекрасные Библии. Они сегодня имеют прекрасное одеяние. Они сегодня прекрасно видели церковь. Они прекрасно сегодня изучили этики и эстетики богословий, но они познавшие силы воскресения Его. В чем опасность? Он говорит, книжники и фарисеи, лицемерие, что затворяете Царство Небесное людям, ибо сами не входите, и ходящих выйти не отпускаете. Я так думал. В одно время что-то касается православия, католиков и так дальше. Нет, это касается сегодня кого? Он говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. В чем? Что вы затворяете Царство Небесное людям, сами не входите и ходящих выйти не упускаете. Сколько сегодня из раненых душ? Сколько сегодня уставших в поисках истины свободы? Сколько сегодня люди приходят в служение, обремененные чажестями, брениями ними? Сколько сегодня в слезах, разбитыми сердцами они ищут этого избавления? Они ищут этого спасения? Вы знаете, когда я был в Киеве, когда в других городах Украины был и Россия, но сама мне Украина запала, потому что там я наибольше был в церквах или ходил, смотрел. Когда я не говорю о православных церквах, я не говорю ни о какой другой номинации, я говорю о тех лжеучениях и лжеучителях, которые есть книжники, фарисеи и лицемеры, которые именно они затворяют Царство людям. Они не дают. Они. Я знаю тех братьев, которыми были в одной церкви на карьерной 44 в Киеве. Это была единственная церковь, в то время считалась такая, ну, я бы сказал, там была еще одна церковь, это в Нововердичах, она позже открылась. Но самая первая, которая была церковь, молитвовый дом, построенный в Киеве, это на карьерной 44. Там многие люди приходили, находили спасение. Но вы знаете, из этой церкви вышли очень много, очень много людей, очень много. И сегодня я смотрю так, один в харизматической церкви, это сатанинское движение, Савочка, это наш, из нашей церкви, это наша молодежь. Это там, естественно, понять, как пойти в то служение, просто ужасно, там беснуются люди. Это просто ужасно. А я помню, когда они молились, когда они пели, когда эта группа пела, мы даже это сегодня есть видеокассеты, когда мы были здесь в гостях в Америке, когда они пели вместе, эта группа, как они служили Богу. Сегодня каждый из них в какой-то церкви несет служение, но не истинное. Как страшно. Они избрали из себя служителей. Его жена, пастор, вся разукрашена, в ушах висит, на шее висит, на руках висит. Как она сегодня, как это, ну, их называют, ну, как здесь в Америке, шоу красоты, или как назвать, это пастыриха. Да это же дьявол воплотит человека, который сегодня приносит весь мир в церковь разложения. Вот откуда пришли эти египетские украшения? Для чего? Для того, чтобы соблазнять, разлагать общество народа. Сегодня и там деградация морали людей, молодежи и так дальше. Но сегодня церковь должна быть светом истинной. И Господь говорит, горе вам! Вы знаете, сегодня эти слова, зачитанные были, не называйтесь учителями. Горе вам! Сегодня они титул не имеют, сегодня они звание имеют. Сегодня они имеют. Другой, Валерий. Вы знаете, он здесь был не один раз. Построил церкви. Строил несколько миллионов церкви. Прийти к такому состоянию, что именно проставить Бога бальными танцами. Кому? Бог никогда не нуждался. Бог знает, что за танцы была отдана голова его сына Иоанна. Он знает, что такое танцы. Он знает, что это никогда не может быть в раме Божьем. Это дьявольство, это бесчастье, это беззаконие, это богоуступничество. Оно не нужно быть в церкви. Богу это не нужно. Он говорит, горе вам! Вы закрываете людям войти истинно жаждущим. Они ищут в поисках Бога. Но не может найти. Не может найти истины. Потому что они их обманули. И мне жалко этих людей. Когда я беседовал с ними, вы знаете, они плачут и говорят, мы пришли с надеждой на избавление. Мы пришли. И что же, мы говорим, и здесь обмануты. Ничего нет. Здесь только одно десятина, десятина. Вы спасены. Вы на небесах, вы царство на священство. Вы все. А этот мудрец, еще хитрее, еще наглее. Сандей. Он еще сказал, обнаглевший человек. Он сказал, знаете как? Если в моей церкви вам Бог не помогает в течение шесть месяцев, идите отсюда, в другую церковь. Не мешайте. Люди добрые, остановитесь. Прозрите, кто сегодня говорит. И Бог говорит, что эти люди лицемерие, книжники и фарисеи, сами не идут в царство и других не упускают. Если в моей церкви вам шесть месяцев вины нашли Господа, идите куда угодно. Что это? Если ты помазанник Божий действительно, ты никогда так не скажешь. Христос так не говорил никогда. Апостол Павел не говорил. Петр не говорил. Иоанн не говорил. Никто так не говорил. Никто никогда так не говорил. Мужья Божьи так не говорили. Христиане 15-го других веков, 20-го даже века, те братья, которые пели псалом, их там на хребте Урала, они там отдали свою жизнь. Там никто не поставил букет этих фиалок. Они не изменили Богу. Потому что они отдали свою жизнь. Но сегодня, я хотел бы сказать, Дух Святой побудил, сегодня бьет тревогу. Потому что сегодня, как никогда раньше, это Дух обольщения, которые избрали себе учителей, лисящих слуху. И они идут в ад и ведут людей. И мы, как попугаи, идем. И здесь о них идет речь, что они затворяют царство небесное людям. Ибо сами, не ходя, и ходя, хотящих войти не упускай. Жалко, что те, которые желают, не могут войти. Не могут войти. Горе вам. Он говорит, горе вам. Я не хочу сегодня на этой теме остановиться, потому что у меня сегодняшняя тема о свете. Но сегодня Дух Святой побудил говорить об этом, что мы стали на страже. До каких пор мы будем избирать себе учителей. Избирать себе учителей. Смотришь, сегодня, представляю, сегодняшняя, я не говорю, уже там на Украине, России, здесь даже в Америке. Смотри, заседание. Сделалась конференция. Собрались все 50-ники Америки, Соединенных Штатов. И представители. Женсовет. Женсовет. Сестры. Представители женщины. То есть, сестры, чему они научат, если эта жена, этого так названного президента, но не христианина, богоступника, она вся в щекотурке, она вся развешена, раскрашена. Кому? Кому она будет учить? К чему она приведет? До чего она доведет? Если в ней нет отображения славы Божьей, нет отображения этих красок сатанинских. Вы знаете, мне вспоминаются слова, когда я был на Украине, и один из братьев сказал, и он так подчеркнул, и он этот момент, когда в церкви подняли вопрос, ну, о поведении, о форме одежды, и он, знаете, когда затронули, сами наболевшие-то сестер, которые сторонники, ни к Богу не пришли, и ни сюда, ни туда не пристали. Они мира не оставили и Бога не познали, они просто члены церкви. И они очень болезненно переносят, когда им говорят о чем-то, что у вас есть мира, или о чем-то что-то отстаивает, или чего-то отстаивает. Я хотел бы сказать, дорогие мои братья и сестры, простите меня, но если вы пришли к Богу, то отдайте ему свое сердце вполне нечастично. Не осуждайте меня, не обижайтесь с ними, я должен быть вам и откровенен. Если вы пришли к Богу, то не нужно идти частично, а нужно всецело. Если мы хотим любить его, поймите, вы можете меня сегодня не принимать, это ваше право. Но я знаю, что вы тогда, я не хочу, чтобы никто из сидящих здесь не был лишен жизни вечной. Я всегда говорю, Господи, не знаю, сколько ты продлил мою жизнь на этой земле, но я хочу прожить ее до последнего беденца сердца, чтобы не быть лицемером, стяжким слуху народа. Сохрани Господь, это главная и опасная пагуба проповедника, который будет сестру подстраиваться, чтобы быть хорошим. И он сказал слово само косметика. Я думаю, что он хотел сказать, само слово косметика, говорить от косматово. И эти сестры опустили головы. Эти сестры опустили головы, и я увидел, как они согласились с тем, что у них удел этот. Да, мы не свободны от этого. И я смотрю сегодня, когда, поймите, а я не пришел сегодня вас осуждать, но я должен сказать правду. Если сегодня в церкви держать платочки, то надо и приносить одежду, чтобы, наверное, переодевать людей, да? Мы идем в храм Божий или куда? Если мы не почитаем Господа за святыню, если нам все равно, как прийти в Дом Божий, извините, вы не отдали свое сердце Богу. Вы не познали Его, вы не освободились, и вы не свободны от этого мира. Вам нужно освобождение, вам нужно освящение, вам нужно обновление, чтобы ваше сердце, ваше ум, ваш разум был Христов. И только так Христос другого не призывает. И Христос говорит, горе вам, книжники, фарисы, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. Когда это случится, делайте его сыном гиены. Ох, к сожалению, я сегодня когда-то говорил об этом. Я не хочу сегодня на этом остановиться, как сегодня делают этих бедных людей с сыновьями гиены, детьми гиены. Но я хочу сегодня остановиться дальше. Горе вам, книжники, фарисы, лицемеры, что даете десятину смяты, а не сатмина, оставили важнейшее в законе суд, милость, веру. Это надлежало делать и этого не оставлять. Вожди слепие, отцеживающие комара, оберлюблено пролошающие. Скажите, если его жена сидит рядом, представляет по этому побережью старшая, старшая, как можно сказать, это же уже не там даете свои титулы, и она сидит, как это, размалеванная этими демоническими красками, щекотурками, кого она представит? А с ней рядом сидит ее муж, президент этого побережья нашего. И скажите, если его жена в таком виде, то кто он? Адам, где ты? Почему твоя Ева пошла беседовать с сатаною, а не ты? Почему сатана подошел к Еве, а не к тебе, где был ты? Почему твоя жена сегодня сделала прическу мальчика, или другую под цирку, краску, или сегодня одеяние этого мира, крик моды, почти обнаженные, и ты молчишь, и ты представляешь сегодня пред Богом союз, какой союз, ада, преисподний. Вот какой союз сегодня представляет, и они делают это. Как страшно, и как жалко, и Христос говорит, горе вам, вожди слепие. Вы вожди слепие. И дальше он говорит, горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенными грубами. Это Христос сказал. Представьте, если сегодня сказал бы так проповедник, что пришел и сказал, я вам сегодня сказал, вы здесь сидите как в гробе, в обиде, скажем, ну и грубиян, ну и жестокий. А что сюда ходить, в эту церковь? Здесь только бичует, говорит, что мы гроби окрашены, мы и так дальше. Лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полный косей мертвых и всякой нечистоты. Когда-то здесь говорил проповедник на тему поля сухих косей. Помните? Я сегодня не буду остановиться на этом. Поле сухих косей. А здесь он говорит, что вы, этот красивый, грубим внутри, который полный косей мертвых и всякой нечистоты. Братья и сестры, там не были гадатели, там не были волшебники, там не были колдуны, там не были атеисты, там не были. Там были те, которые ищили Бога. И он обращается к ним. Мне вспоминается одна книжонка, когда я читал, и там было диспут или состязание, атеисты выступал. И когда он выступал, он хотел доказать, что нет существа, а не Бога. И он сказал, что это миг, вибдунг, легенда и так дальше, что это тьма. И это люди в темноте. Но вы знаете, когда это произошло, и они в своем объявлении сделали там такое, что в конце лекции будут дебаты, то есть вопросы и ответы. На что он потом и сожалел. Он пишет, что я не подумал, что найдется там такий Иван, которому 60 лет, и будет задавать такие вопросы. И он ему задал вопрос, скажи, скажи, а ты говоришь, что Бога нет. И он рассказал такой пример там, что я забыл того, кто написал, это какой-то писатель наш русский, и он написал такое, что карась, и на дне они там в воде доказывали, что жизнь вне воды. И вот один из карасей выпрыгнул и говорит, ничего нет. Там ничего нет. И говорит, так и вы. Вы немножко, только чуть-чуть поднялся вас, Гагарин, и говорит, посмотрите, там Бога нет. Но вы-то не поднялись там, где Бог. Мы туда могут видеть только чистое сердце. Только чистое сердце. И вы знаете, мне настолько понравился тот диспут или тот вопрос этого брата, который именно был светом, не гробом и крашеным, не назывался христианином, а с ним был Господь. И вы знаете, когда он говорил, то он сказал это слово, и когда с ним был внук, по-моему, 10 или 12 лет, этому внуку, и они ему задали вопрос, ты маленький веришь Богу? Он сказал, да. А что ж ты нам скажешь о Боге? Какой Бог? Он говорит, он очень большой, что ему нет места на небе и на земле. Он везде. Он не может меститься на небе, он такой большой. Он даже на земле. А как на земле? Природа, цветы, растения, тоже его. Но и он тоже, наверное, такой маленький, что он в моем сердце. Это мало и дичо. Видите? Что он такой маленький, что он в моем сердце. Братья и дорогие сестры. Но это, можно сказать, тот, который имеет общение с живым Богом. Но здесь, говорит, горе вам. Если бы этот Иван, если Лука не был тем христианином, он никогда не стал бы в защиту. Никогда. И знаете, я не раз так думал над этим. И он там говорит тоже о пчелах. Я не раз был на пасеках. Я не раз был и не раз наблюдал о этом чудном творении Божьем. На чудном строении Божьем. Как мудро там все построено. Как очень тонко. Как они это все... И сколько... Откуда они несут? Как они несут? Как они заботятся? Как он их фильтрует? Вы знаете, очень трудно. Сегодня нам, людям, даже остановиться. И Бог говорит, что они, что сами не уходят и других желающих не упускают. Как страшно. Они должны защищать. Они стоят на страже. Возьмите даже самую птицу. Птицы, они защищают свои гнезда. Они защищают свои гнезда. Они очень защищают свои гнезда. Вы знаете, я это наблюдал не один раз, как они защищают, кружатся, когда в их гнездах подкрадываются коты или что-то другое. Как они с иными стаями там сигнал дают, и слетается хмара, и они защищают. Вы знаете, на однажды я вам расскажу тоже одно свидетельство тоже одного брата, который описал в одной из книг о том, что птицы защищают свое гнездо от змеи. От змеи. Вы знаете, то не просто защитить. Она и ползет по дереву из змеиства, и они кружились, кружились над этим гнездом, ничего не могут сделать. Но Бог дал этим маленьким головкам тоже разум. Она знала, где принести ту ветку ядовитую, которая для семьи смерть. И она сорвала эту ветку и принесли. И как только она вот-вот до гнезда, эта ветка падает с этим ядом, который очень яд большой для змеи, эта смерть на нее. И она тоже падает на низ. А наши, которые мы избрали себе учителями, отцами, они не жалеют, а идут в ад и нас ведут туда. А здесь птица та защищает от змеи, от того, чтобы она не лишила жизни птенцов. А они, назвавшими отцами, учителями, идут в ад. Ни капли сожаления, что это сегодня змеиный яд этого мира, этих похотей, этого зла, ядовито жалить, жалить и жалить. Им все равно. Сегодня церкви идут в мир. Сегодня разложение в мире, в церквах сегодня деградация христианства. Но они на это смотрят. Но это прошлое. Сегодня мы идем дальше, мы идем дальше. Дорогие братья и сестры, ни конституция церковная не устал не сохранить от гибели и разложения только Иисус. Только Иисус. И Он говорит здесь, что вы употребляетесь окрашенными гробами. Скажите, что Он нашел за сравнение о окрашенных гробах? Почему? 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 Почему Он такое ведет сравнение? Почему называя окрашенными гробами? Я вспоминаю слова одного, тоже проповедника, который писал, когда пришел каяться один человек, религиозный человек. И Он пришел на исповедь с покаянием. И Он каялся, что в пятницу при захлаждении солнца, когда Его очень мучило, Он хотел освободиться. Освободиться не от сделанного греха, а от того, что на Его губе попала кровь убивающего человека, которую Он убивал. Он не каялся убийстве, но Он каялся, что в пятницу при захлаждении солнца, нарушение субботы, и на Небо попала кровь. Это было грехом. И понимаете, о чем я говорю? Вот почему идет речь о гробах окрашенных. Что мы можем быть давно мертвыми, украшенными этими святостями, достижениями, с делами, титулами, званиями, призваниями. Мы можем быть украшены, но мы давно уже гроби окрашены, разукрашенные, и мы давно уже не имеем жизни. Это огонь полно косей и всякой нечистоты. А вы еще называетесь. А вы вот-то по наружности кажетесь людьми праведными. Христос говорит, а внутри, Он объясняет, что такое гроби, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Что за беззаконие? Лицемерие, я думаю, не знаю, но беззаконие. Но я же не убиваю. Но я же не краду. Я часто скажу, вы да никого и не обижал. Стараюсь жить со всеми в мире. А скажите, а как можно назвать примиренчество? Это беззаконие или небеззаконие? Примиренчество – это тяжкий грех, чтобы вы знали. Покрывать все и закапывать все. Примиренчество – это люди примираются с грехом, с неправдою, с нечистотою. Лишь бы быть хорошим. Это тяжкий грех, братья и сестры. И вот здесь Он говорит, беззаконие, оно именно украшает вас. Вы святые, вы хорошие, но на людях, но не у Бога. В лице Божьем вы гроби окрашены. Потому что вы всеми стараетесь быть примирены. Бог не говорит ссориться, а я об этом не говорю. Поймите правильно. Но когда мы знаем, я знаю, что это грех, я не хочу потерять своего авторитета в лице вашем, я буду закрывать на это глаза. Братья и сестры, это и есть тяжкий грех, примиренчество. Я знаю, что люди не говорят истину, живут не по истине, идут неправильно, поступают неправильно. Ну и что я буду говорить? Ну, пусть не обижается на меня Валера, но это мой брат. Я буду говорить, Валера, в тебя все хорошо. Ты мой брат. А Валера всегда быстро за Васю. Вася хороший брат, хороший наш паста, потому что он меня всегда понимает. Ну, если я буду говорить ему, Валера, ты в том-то, в том-то, он не достоин и не таков. Я думаю, что если он будет стоять на истинном пути, то он скажет, я славлю Господу, чтобы любить меня. Но если, тут будет другой отзыв. И Бог особо предупреждает об этом сегодня. Что сегодня вот это примиренчество и довело церкви к этим гробам окрашенным. Вот это примиренчество сегодня лишило помазания благодати Духа Святого. Им все равно, какая молитва, и что там за языки, и что там за исполнение. Лишь бы и нашуметься, и накричаться. Братья и сестры, не всегда это Дух Святой. Не всегда это помазание. Не всегда это благодать. Запомните это? Не всегда. Не думайте, что эмоции – это благодать Духа Святого. Эмоции – это не Бог. Нет. Эмоционального Бог никогда не принимал и не примет. Богу нужно чистое сердце. Сердце без эмоций – это, значит, без лукавства, без лицемерия, без покрытия этих гробов окрашенных. Эмоции – это предварительно внушительное, самовнушительное праведность, что с вами все, порадки, закрыть глаза и дальше ликовать. Но это не ликование. Эти люди сегодня будут молиться, ликовать здесь, над дверями этого дома, у них тоже сердце камень. Что это за свобода? Что это за молитва? Что это за ликование? Дорогие братья и сестры, и поэтому сегодня Бог предупреждает. Горе вам. Остановитесь. Не избирайте себе учителей. Не лгите на истину. Изберите один у вас учитель – Отец, Господь. Тот, который пришел на Танинскую землю. Горе вам, книжечки, форесери и лицемеры, что строите гробницы пророком, украшаете памятники праведников. Видите? Разве нас сегодня такого нет? Разве нас сегодня такого нет? Похоронен на аллее такой-то. Споем псалом в честь такого-то. Расскажем стих в честь такого-то. Вот я, о чем он говорит. Я не говорю, что мы не должны почитать, уважать тех, которые до конца своей жизни сохранили свято. Но здесь Господь предупреждает, украшайте памятники праведников. Знаете, сестры, как? Это идет речь, что мы ставим выше Господа. Больше им слави, больше уважения. Не говорим, что так сказал Господь, а так сказал наш брат. Или так сказал наш пророк. Знаете, сестры, это не истинно. Так сказал Господь. Братья мои, дорогие сестры, сегодня Вася стоит, а завтра упал. Так что, ваше спасение рушилось? Не делайте основания. Не делайте на человеке на греугольном камне Христос. Вы никогда не пошатнетесь. Вы никогда не разочаруетесь. Вы никогда не упадете, потому что он не изменяется. Человек способен меняться ежечасно. Такой псалом. Но не Господь. Но не Господь. И поэтому Бог предупреждает сегодня, чтобы мы стояли на страже. И Он говорит, строите гробницы пророкам. Какие? О, наш пророк так сказал. Братья и сестры, наш Господь так сказал через немощь этого брата или сестру. Да? Но вот, знаете, слава Богу, что у Бога были и есть пророки, они будут. Суть, потому что это Божий промисел и Божий удел. Но Бог смотрит, когда из них мы делаем вот эти памятники. Памятники. И Он здесь обращается и говорит, и говорит, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщники их в пролитии крови пророков. Вот что сделали. Дорогие братья и сестры, таким образом вы сами против себя свидетельствует, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняете же меру отцов ваших. А сегодня не то. Почему сегодня? Я не беру. Другие динаминации, еще раз говорю, я вот была и Украина, и Россия, и Америка, и Австралия. Одна проблема. Сегодня все меньше и меньше пророков Господних. Дерзунов, обманщиков, исполнение духа спиритизма или духа прорицания, это не пророк. Сегодня люди путают прорицание и пророчество. Есть прорицатели, но это не дух святой. Которые будут говорить вам правду, но не истину. Ибо Божье Слово есть истинное. Правду будут говорить. Ваше настоящее могу сказать. Будушность вам сказать. То, что вас испугать, предостеречь и так дальше. Господь не таков. И братья и сестры. Он говорит истину. Если это сын, то сказать, что сын мой такой, такой, это будет истина. Если дождь, то вы говорите, что мой помазай или помазается в моем уделе, в моем помазании, в моей силе. И Бог не ошибается. Бог не ошибается. Я видел таких, что бывают такие моменты. Конечно, что когда люди избирал, и когда они отступили от Бога, они думают, что с ними Бог. Как Самсон. Он думал, что это возьмусь так, как и прежде, сражусь. Но он был уже бессилен. И выкололи ему глаза. Мало того, жернова крутил. Вот сколько сегодня этих жернов крутят люди. То есть, они крутят жернова, ходят вокруг. Одну и ту самую. Говорать то, что они помнят. Но не то, что Бог. Но не то, что Бог. И сегодня Бог хочет нам это, что мы увидели. И знаете, когда Бог, Он хочет, чтобы сегодня мы Ему воздавали славу. Его искали. Ему служили. Ему служили. Я, по-моему, вам говорил здесь однажды о том, как одной женщине было сказано. Правда. Но не было истины. Не было истины. Когда ей было сказано, что у тебя будет родиться дочь. Очень будет красивая. А закончить с отличием школы. Золотую медаль. Закончить также за красным дипломом в институт. Выйдя замуж, и природа умрёт. Правда. Но не истина. Помните этот момент или нет? Всё это произошло. Но только она родила дочь. Это и сына. Она родила и не умерла. Но эти все восемнадцать лет мать, даже больше восемнадцати, всё ждала, родилась, родилась и всё ждала, что вот будет замуж. И она её похоронит. И вот, когда забеременела, мать готовилась к похоронам. И когда уже забрали в больницу, мать заказала букет, венок погребальный и ждёт. А здесь сообщение, зятя, мама. Всё. И мать приходит в чёрном одеянии в роддом. А дочь, что мама с тобой? И она рассказывает. Всё, что так она была обманута. Это, мать свидетельства, здесь, в Америке, как можно быть обманутыми лже, мне Богом. Лже, которой сегодня очень много будет говорить, что вы святые, что вы помазанники, что вы избранные. Это лже. А если во мне беззаконие, грех, мир? Нет, Бог никогда не ошибается. Никогда. Бог никогда не ошибается. Бог никогда не промахов нет у Бога. Вы знаете, когда пророки Божьи в уделе Божьем, они говорят, да и аминь, это истина. Иди там-то и там-то, на улице такой-то, иди в дом такой-то, спроси Ананию, и там то-то и то-то. Ананий, Бог говорит, а к тебе придёт тот, а ты помолись возле руки, и я его исцелю. Он теперь молится. Видите? Бог есть истина. Бог есть истина. Бог никогда не дерзает. Просто слова на ветер. Поэтому Он говорит, не делайте себя и себе этих памятников. И не украшайте их. И не говорите, если бы вы были при отцах, вы бы сегодня... И знаете, я хотел бы, чтобы мы внимательны были, и Господь говорит, дополняйте же меру отцов ваших. И последние слова Христа, конечно, не очень нам может быть резать, но Бог это сказал. Сын Божий это сказал. Он говорит, змеи. Видите, как он назвал? Он не назвал верующих людей. Он не назвал их братьями. Он не назвал их отцами. Он не назвал их священниками. Он не назвал и другими уже названиями. Он назвал их змеи, которые пришли ядом жалить, обманывать, льсить, изживаться, как эти змеи, изощраться, как эти змеи, проходить, как эти змеи, обольщать, как эти змеи. Но сегодня сколько их таких? Вы не убежите от осуждения гигиены. Она вас ждет, если вы не покаетесь. Да, к сожалению, мое время бежит. Я должен приступить хотя бы к началу нашей темы о свете. Я не знаю, почему Бог повернул сегодня это начало проповеди к этому месту Писания, чтобы мы сегодня были осторожны. Мы живем в этом мире, братья и сестры. Я сегодня здесь, а не знаю, что будет завтра с каждым из нас и со мною. Но чтобы вы не говорили никогда, никогда не говорили, что это сказал тот, а это сказал Господь. Да будет в ваших сердцах креугольный камень Христос. На нем сделайте свое строение, на нем свое основание, на нем и с ним вместе. Вы никогда не ошибнетесь. Не избирайте себя учителями. Да будет вас один Отец. Отец всех отцов. Бог всех богов. Цар всех царей. Господь господствующих. Это самый лучший путь, самый налегший путь с ним вместе, под его защитой и его благословением. Хотя иногда, может быть, и слезы, потому что этот путь узкий и тернистый. Но, дорогие братья и сестры, многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие. Я бы хотел сегодня напомнить это место, и мы будем дальше идти. Ви соль земли. Если же соль потирает силу, чем делаешь ее соленой? Я не так давно это напоминаю. Она же ни к чему не годна. Как разово и выбросить ее вон на попрание людям. Ви свет мира. Мы можем взять этот стих и эти слова. И многие говорят, что Христос нам сказал, чтобы вы видели добрые дела. Я посещаю больных. Я посещаю больницах. Я посещаю по домам. Я знаю дом сироты, вдови. Я знаю, я делаю добрые дела. Я посылаю, может быть, помощь туда, в ту страну. Это, братья и сестры, мы этим не грешим. Но это не говорится о этих делах. Здесь не говорится о этих делах. Здесь Христос сказал, да светит свет ваш предлюдьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного. Добрые дела. Это здесь Христос мне сказал, что это на своем месте. Я посылаю мне своей карте. И посылаем ни одну, ни пять, ни десять посылок туда этим нуждающимся. И вы знаете, когда я увидел, был в Австралии, там есть такая сестра Лида, старенькая сестричка. Она, наверное, в таких годах, как наша сестра Шура. Но надо было увидеть, какие большущие посылки, она их там, настолько обклеила этой лентой и все. Она каждую посылку обклеивает все вещи. Она ей писем, она показала там в стопке писем. И там семьи 10, 8, 12 детей, 15 детей. Такие семьи. И в ей все размеры обуви, одежды. И она комплектует посылку по размерам. Это, вы знаете, это очень колоссальный труд. И у нее такой гараж большущий. И она там, эта дочь говорит, она там днями и ночами. Мама там. И она там и столики, она там стирает, что надо, что штопает. И по размерам подгоняет. Им туда сложивает. И эти посылки она не только клеит, но и там рулоны большие, ткани. Она все их берет и обшивает новую тканью. Я говорю, зачем это? Она говорит, они уже не разорвутся. Видите? Какое старание. Какое старание. И знаете, что она мне сказала? Она, на меня, навела на эту мысль. Она говорит, брат Вася, пойми, что я... У меня в сердце нищуть нет никакого, что я вот этими, что я делаю, что я хочу что-то делать, то, чтобы проставлялось имя Божие. Нет. Я хочу, чтобы во мне увидели не то, что Лида посылки отправляет. Я хочу, чтобы... И она плачет со слезами. Во мне увидели отображение славы Божией, что в какой я дом пойду, или какое письмо я напишу, чтобы там был голос Божий, и сила Божия, и помазание Божия, и люди получали благодать Духа Святого. Я этого хочу, чтобы они видели ваши добрые дела. Братья и сестры, добрые дела, это Бог Христос предупредил, какие добрые дела? На ниве Божией для прославления Сына Божьего и славы Божией. Вот дела. Вот где, говорит Христос, а мы защищаемся, а я отправляю, а я жертвую, а помогаю, а жизнь моя. Вот именно добрыми делами, именно чтобы слава имя Божия, что мы могли сказать, могли свидетельствовать. Возьмите, сколько сегодня уверовало людей, которые в тюрьмах были, и с ними там сидели в тюрьмах наши братья. И они сказали, я уверовал, потому что там был этот брат, и я видел его жизнь, его добрые дела. Какие добрые дела? Что он может дал кусок пайка своего, но это на своем месте. Нет, я видел его, что в том, что его не могли ничем вывести из себя. Он был непоколебим. И когда ему самому было трудно, он приходил к нам, увещевал, поддерживал, молился за нас, плакал вместе с нами. Он был светом. Видите? Вот каких добрых дела тех, которые делал наш Отец. Тех, которые он ходил по этой низкой земле, делал добрые дела. Добрые дела, чтобы они прославляли Отца вашего Небесного. Нет, братья Иисусы, не думайте за то, что мы сегодня что-то сделали, и люди будут довольны, что сегодня получили. Да, они будут благодарить Бога, что Бог им ответил. Но здесь говорят, чтобы они прославляли Отца Небесного. За что? За то, что им Бог ответил, благословил твоим присутствием. Что? Что они увидели славу Божию. Он видит, что ты пришел в дом или пришла в дом, с тобой пришел Господь и слава Божия, и мир Божий, и любовь Божия, и кротость Божия, и терпение Божие, и долготерпение Божие. Вот каких дела, говорит Христос. Вот о каких делах. Заметьте, что Он не говорит о том, что именно о материальной стороне. Он сначала говорит духовную сторону. Плоды Духа. И вот здесь Он подчеркивает. Второе место я еще возьму. Тогда Иисус сказал им, Иоанна 12 глава, 35 стих. Еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Пока свет с вами, веруйте свет, да будете сынами света, сказав это Иисус, отошел и скрылся от них. Георгий, и сестры, почему Он так сделал, сказал и скрылся? Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, и ходящий во тьме не знает, куда идет. Знаете, это две силы. Свет – это враг тьмы. Тьма – это враг света. Там, где появляется Христос, там тьма отступает. И там, где исчезает Христос, там тьма наступает. Если в нашей жизни мы уходим от Христа, ныне есть свет. Свет отступает. Тьма наступает. Мир настигает. И мы уходим сюда, и мы все чаще говорим, стонем, почему. И вот пока свет с вами, веруйте в свет. Ну, скажите, как можно? Написано, что Бог есть свет. Есть свет. Пока есть свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Веруйте в свет и будете сынами света. Как уверовать и как быть. Мы, члены церкви, мы заключили завет с Богом. И Христос сказал, я свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в меня, не оставался во тьме. Видите? Ответ. Я свет. Пришел в мир, чтобы всякий, верующий в меня, не оставался во тьме. Очень жалко, когда мы говорим, дайте нам возможность, мы только что пришли к Богу, еще адаптироваться. Мы не можем все сразу бросить, мы не сможем все сразу оставить. Мы не можем. Это не христианский метод, и это еще мы не познали Господа, не познали света, не пришли к свету. Нет. Если мы не можем оставить, Господь народ этот ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не обили глазами и не уразумеется. Продолжение следует. Помните, я однажды здесь говорил о такую тему, что узаконен и грех. Как сегодня часто считаются люди и хотят узаконить тот грех, чтобы этот брат согласился с нами. Согласился с нами. Сегодня так же самое. Часто люди говорят и хотят ту или другую сторону ее отстоять, доказать, что это не так уж страшно. Не так уж страшно. Ну и что? Ну не получилось первый брак. Ну второй, зато уже быть разумнее, будет крепкий брат. Узаконен грех. Люди не хотят идти к свету, что Господь сказал, это против. Что Бог такое не сказал, не учил и не благословил и не благословляет. Нет, сегодняшние динаминации это хотят согласить в том, что это можно. И это делают. Люди не идут к свету, но к тьме. И Христос сказал, пока свет с вами, веруйте в свет. А здесь Он говорит, я свет. То есть в Него уверовать. А если мы уверуем в Сына Божьего, то Он свет. Просвещение истины. Он свет. Если мы в Него уверовали и отдали Ему свою жизнь, то Он во мне. Нет, если Христос во мне, то во мне тьма или свет, братья и сестры. Скажите, то есть ли мы свет, то что общего свято с тьмой? Что общего? Что общего у нас свято с тьмой? Если мы свет, то как мы можем быть едины с тьмою? Рассудите. Как мы можем быть в дружбе с тьмою? Как мы можем быть в единстве с тьмою? Как мы можем одобрять Ему? Когда мы должны просвещать Ему, чтобы мы увидели в тебе и во мне, что это свет, просвещение истины. Аминь. Там, где приходит Сын или Додца Ра Царей, там приходит свет. И там просвещение истины. И люди, ходящие, сидящие во тьме, увидят свет. И они прозреют. Как же они увидят свет, если они во тьме? Как? Так, скажите, это нам предупрежение сегодня перед десятним крещенным Духом Святым, которые много расстроили памятников, много сегодня имеют идолов, много имеют этих святилищ, как те входят во святилище поклоняться, так и сегодня и в нас. О, там действует Бог, поедем туда. О, там Бог исцеляет, поедем туда. Братья и сестры, Христос так не обещал. Он сказал, где вас двое или трое, там и я посреди вас. Аминь. Исцеление, благословение, благодать, очищение, мир и радость. Бог не сказал, что будет где-то в одном штате или в пяти штатах. Бог не сказал, что будет где-то в одном городе на Украине или России. Но Бог Своя везде сущий и проводящий ко мне не сгодион. Он есть истина, Он есть свет. К сожалению, сегодня люди понастроили этих памятников, как я говорил однажды, тему купания своих, искусных, обманывают людей, окунают их туда, но они не получают ничего. Вот они Бог. Они могут получить, но только не от Бога. И очень много сегодня. Что страшного? Вы знаете, люди получают исцеление, но не освобождаются от грехов. Что это? Я видел. Я видел таких. И знаете, мне было очень больно, особенно на Украине, когда я встретился, люди, которые получают исцеление телесное. И когда с ними беседуют, они плачут. Они говорят, ну а как? Меня еще, вот я уже, говорит, год почти верующий, а никак не избавлюсь от курева, никак не могу избавиться от, ты говоришь, от водки, тот еще чего-то. И каждый говорит о своем. Я говорю, а как вы получали? Скажите. Как вы получали? И они рассказывают. Они начали рассказывать о своем существовании, и что с ними происходило и произошло. Я говорю, знаете, что я могу вам сказать? Вы еще не пришли к свету. Если вы придете к свету, и этот свет просветит внутренность вашего, то вам не надо бы говорить, а в этом ты покаялся, а в этом ты свободен, а в этом ты свободен. Когда мы пришли к свету, то этот свет просветил, он оба мне есть. Я вижу, он оба мне есть. Мне нужно освобождение, мне нужно покаяние, мне нужно с ним разрешиться, мне нужно оставить его, мне нужно умереть в этом, мне нужно расстаться с ним раз навсегда. Потому что там проник свет, Божий свет. Весь свет. Какой мы свет? И он здесь говорит, пока свет с вами, веруйте в свет. Как мы уверовали в этот свет, братья и сестры? Как мы уверовали? Мы так уверовали в свет, что вы знаете, что мы порой часто огорчаем, мы уверовали в этот свет. И он говорит, да будете с нами света. И дочерями. Не думайте, что здесь, если написано, что Бог исчеркнул и сыновей, и дочерей не списал. Нет. Он имеет, что всегда это и есть. То, что Бог говорит с нами, это значит и дочерями. Он пришел за всеми, чтобы вы были с сынами и дочерями света. А теперь давайте подумаем, мы, кто пять, кто десять, кто три, кто один, а кто может до тридцати, а кто может сверх тридцати, уже заключил завет с Богом. А сколько лет мы хоть были светом? Когда мы были светом? Братья и сестры, вот поэтому мы сегодня хромаем. Поэтому, так как мы не есть светом, то у нас сегодня и депрессии, и неверие, и разочарование. И мы имеем все то, что Бог может через кого-то мне ответить. Может, под чьи-то руки я пойду, Бог меня исцелит. Я вас попрошу одно. Берегитесь идти под чуждые огни, под руки человеческие. Идите под руки Божьи. Сегодня эти люди с чуждыми огнями положат на вас руки, и вы не знаете, какая сила на вас сойдет, и какой дух будет в вас. Берегитесь. Сегодня много этих ловцов, изыщенных, много этих боотступников, которые сегодня имеют силу огня чуждого, но не Божьего. Там будет, но там, вы знаете, что происходит? Там происходят дни исцеления. А ты думаешь, замолчи, Бог. Такой-то болезнь не успокоится, пока он чанит душа наша. Вот что делается. Но это не исцеление. Там, где свет, там первое будет, Господи, я каюсь. Я прошу, освободи меня, исцели мою душу. Исцели от этого порока греха, от этой язвы проказы. Освободи меня. Исцели меня, обнови мою душу. Тогда тело не останется неисцеленным. Боотступники всегда говорят, вот, получилось исцеление. Вот исцеленный. И дальше пошел мир, этот исцеленный. Почему? Потому что он обманывает. Он жестоко обманывает. Бо этого были не сыны света, а тьми. И они никогда не будут говорить о истине. Они никогда не говорят о свете. Они никогда не будут грех называть своим именем. Они никогда не будут говорить о святости и чистоте. Они никогда не будут говорить об этом. Они будут говорить, что все хорошо, мы спасены. Все хорошо. А Господь никогда не лицемерил и не сил. Он говорил, вы поражение ехидинам. Видите? Он прямо назвал. Кто вы есть? Он не сказал, что ему не братья, что вы меня не принимаете. Но вы поражение ехидины. Павел говорит, я в ехвесе боролся с кем? Я боролся со зверями. А что там были? Льви? Медведи? Он был в церкви. Он был в церкви. Я боролся со зверями. Видите? Чему подъявляет муж Божий, помазанник Божий? Я говорю, боролся. А сколько их сегодня, этих медведей, с библиями-зласницами, пастырей, епископов? Сколько этих ведьмей и львов сегодня ранят, разрывают души? А мы не видим, потому что мы во тьме. Мы во тьме. А там, где проникает свет, они сразу на дыбе. Этого сестру, через которую открывает Бог, убрать. Этого брата, чтобы замолчал. Этого... Я вспоминаю слова одного из братьев, когда был сейчас на Украине. Говорит, был у нас такой хороший, ревностный, мой брат. Говорит, горит! И мы молились, Господи, благослови. И ждали эти старцы, узники, что будет замена. И что, приехали председательствующие, и сказали, он не идет с нами в ногу. Он все говорит о грехе и о грехе. Не нужен. И все. Сделали так, чтобы он замолчал. Сегодня эти любви, и эти медведи это делают, как Павлу. Сегодня делают таких, подобно Павлу. Чтобы не было истины, не было света. А вот тем, кто сегодня истинно, у них, кажется, все есть. До времени. До времени, братья и сестры. До времени сегодня. Я знаю, когда я встречался с одними людьми, которые были членами церкви Аркадия в Портлоне, химчанина. И когда их Бога свободило, рассказывать о том, что там было, и какие там проклятия и тому подобное. Вы знаете, просто ужас. Я этого человека знаю. Я знаю его тестья. Я знаю его лично. Я знаю. Я знаю его еще оттуда, с России. Знаю. И знаю кто. И знаете, когда люди, я знаю, отдавали, дома продавали мне все туда деньги, машины отдавали свои, отдавали туда деньги в надежде, что их Бог благословит. И когда они разочаровались, когда они пришли к полному отчаянию, они пришли и сказали, «Что? Где?» Там снимали все. Вы знаете, там снимали все последнее. Там он доводил то, что листу шеи, шеи снимали, с пальцев снимали, отдавали для Бога. И мне вспоминается один момент, когда один человек сказал, когда его жена пришла на именовое кольцо, которое шло по поколениям, и ему он позвонил, «Где кольцо моей жены?» А я бросил все нечистое в эту реку, там в Портлоне. Говорит, я не знаю, где оно, и не хочу знать, но чтобы завтра оно было мне здесь. Нет, оно все брошено! Где хочешь? Этот человек был неверующий. Он к вечеру его принес. Если бы он на дне реки, он его никогда не принес бы. Оно было в его лоне. И знаете, когда смотришь на эти души, что они сегодня роскошно играют в казино, эти боготступники, им не просто жалко этих людей, которые во тьме жертвуют, думают для Бога. Вот это они говорится, что они ищут прийти к Богу, но не могут, они не пускают. Они обмануты. Это тьма. Скажите сегодня проповедь в любой церкви, здесь зайдите, скажите то, что Бог вам открыл. Вас никогда. Почему сегодня эти боготступники придумали, как в Америке, так и на Украине и России? Видят лазнице всем пасторами проповедники, ихнего союза объединения. Другие не смогут стать на место этого, если они не будут иметь от них этого лазница. Вот что нужно сатане. Вот что нужно дьяволу. И они пришли к этому уже. Это боготступничество. Это и есть те хищники, которые сегодня разлагают. Это и есть это, которые сами во тьме и ведут людей во тьму. Сами отступили от Бога, идуть в ад, и ведут людей в ад. Эти книжники, фарисеи, эти гроби окрашенные. Это о них сказал Христос. Стойте на страже. И Христос сказал, весь свет миру, весь соль земли. Вы будете сынами, дочерями света. Вы будете светом, а не тьмою. Вас ничего общего не будет с этого мира. У мире президенты, и у вас президенты. У мире выборы, и у вас выборы. У мире ластность и диплом, и у вас это. У мире конституция, и у вас. У мире устав, и у вас устав. А где Дух Святой? А где благодать? А где просветление? А где очищение? А где освобождение? А где обновление? Где такое было? Совет женский, Совет братский. Где? Совет неба есть. Вот какой совет. Совет небесный есть. А там, где отступники, там пошли эти советы демонические, но не Божие. Сегодня Бог хочет, чтобы люди шли к свету. Весь свет, весь свет, весь соль. Сегодня Бог не дал никому право. Право остается спасать, освобождать, очищать за Христом. Ну, не за человеком. Какой бы то ни был человек сильный. Да, есть помазанники Божии, есть удели Божьем, есть братья, есть сестры, вводимые Духом Божьим, есть. Братья и сестры, есть молитвенники, есть. Они будут до последнего времени. Есть те, которые во свете. Есть те семь тысяч, которые не поклонились в Ану. Есть. Но Господь спросит нас, сидящих здесь, кто ты был? Светом? Насителем света или тьми? Что видели тебя твои соседы? Что видели тебя на работе? Кто ты? Может, ты с ними заигрывал, заигрывала. Он тебе улыбку, а ты ему две. Он тебе кивал глазом, а ему три. Это свет? Это свет? Весь свет. Свет никогда не соединится с тьмою. Никогда. Заметьте, попробуйте тьму с одним светом. Фонарик, включитесь, но расступает. Правда? Он отступает. Маленький фонарик. И он отступает. И он расступается. Он никогда не может пройти. Вы знаете, я вспоминаю часто те моменты, когда мы ходили далеко. У нас было идти пешком в служение. И мы так и шли. Одно служили с бабушкой, там наша молодежь и шла. И знаете, когда мы пришли на молитву, и так молились, что служение молитвенное было. Представьте себе, с вечера, и идем уже в 4-5 утра. И на работу. Это не город, а там было работать в колхозе, совхозе, на полях. Тяжелые работы. И не могли дождаться вечера. Снова на служение. У нас не было 3 раза в неделю служения. Каждый вечер молитва. Были собрания в молитвенном доме, а вне молитвенного дома у нас были по домам молитвы. И знаете, когда однажды шли, и тоже, и такая, помню, осень, глубокая осень, самая глубокая осенью, очень много, очень большая темнота. Вот так впереди не видишь, как говорят нас, говорили, как лазвик, ходи лазвик, такая тьма. Ну, у кого есть фонарик? И ты шли светили. И однажды мы шли, такой, лес, и ты слышишь, как будто что-то там, она сразу, что-то трещит, что-то идет, и все все в кучку, и у кого есть свет, идет светом. И так только выключить свет, а смотришь, там издали огоньки светят, а все знают, это волчьи глаза. О, уже молитва. А уже не коврыш, давайте будем молиться. А все уже идут молиться. И смотрят они ближе, ближе, и смотришь, а Господь идет впереди. И тут молитва, Господь говорит, дети, не бойтесь, я иду впереди, он и вас не тронут. И знаете, так с фонариком идем, и светит, брат идет, это служитель шел, светил, и так смотрит, а он и стоит, с одной стороны четыре, а с другой три. Стоять, пропускают, и не тронули. А они в это время очень злые. И они очень в это время нападают на людей. Очень сильно. Но Бог показал. Я так-то запомнил этот момент, и даже брат сказал, видите, как хорошо ходить со светом. А потом позамолчал, а все, о да! А вы, Божьим! Вы думаете, это фонарик нас защитил? Нет. Божий свет. Божий свет. Бог не допустил. Второе служение, я вам скажу, тоже одно было, когда собрались, это сам молодежь, переломный период в мир тянет. А там было много такой молодежи, такого года, как Саша Лилина. Много было таких сестер и братьев, и постарше. Ну, а наша молодежь была старше, она такие тоже были. И вот с ними работать очень, я был руководителем. Молодежи очень тяжело. Знаете, хочется. У нас была такая проблема, ну, молодежь хочет сестры, как обычно, ну, в школах там, там еще другое. А там нашлись все помады. И хочется, кажется, ну, попробуй, что такое быть подмазанной, подкрашенной. И знаете, когда пробовал служить и беседовать, родители обижаются, что ты только мою дочь видишь, что ты там не позоришь. Ну, и знаете, между родителями пошла междуусобица. И мы видим, что церковь пошла полностью на умирание. Полностью. И собирались только на служение среда вечер, воскресенье утро, и на воскресенье на вечер еле-еле. Пятница молитвенная была. Ну, то приходит такая жажда, что я молитвен. Вы знаете, иногда было, приходило на молитву и 3-4 человека, иногда 15-20. И с каждым днем все уменьшалось и уменьшалось. И я сейчас помню, потому что мой дядя был пастором. И он так однажды пришел и заплакал, говорит, что делать? Хоть-хоть закрывай церковь. Идет на полный упадок. Я помню, когда было к нему слово. Начни пробуждение себя самого. Если ты покаясь, если ты зажжешься огнем благодати Духа Святого, и в те будет отображение света моего, то этот свет возгорится в церковь. И не требуй с кого-то начни себя. И знаете, когда он так это получил, он говорит, да, я помню, когда он пришел на служение, он плакал, как ребенок. Он просил от малого до старого всех прощения. Он говорил о том, где он, больше времени уделал суете, он хотел больше туда, больше туда, меньше замечал того, того, наобидж закрывал глаза на то, чтобы говорить правду, а, скажи, будете обижаться, а так буду всем хорошим. И знаете, когда началось это покаяние от него, и так началось, и у нас две недели и шло покаяние, каждый вечер и шла исповедь покаяния, каждый вечер. И вы знаете, когда это произошло, и вот тот момент, молодежь, вот это загорелось. И вот когда молодежь начала собираться, а знаете, начали сначала говорить, ну и берегите, что вы, вы знаете, вы неопытные, вы можете попасть в искушение. А мы сказали, ну вы отцы присутствуйте с нами, чтобы на ней попасть под чужой. Ты огонь, будьте с нами. Ну мы взрослые, мы не можем же каждый вечер. Ну если вы не можете, то мы и хочем. А мы и хочем. Вы знаете, с нами были наши дедушки и бабушки, а отцы, и матери порой были заняты. И начало с этого. И вот когда начало, они говорят, да не забуду этого дома. И знаете, этот домик стоит. Я спрашивал, ну как он стоит, этот дом моей бабушки. Этот дом, где прошло много-много молитв. Много. И это не говорят, до сих пор стоит. И вот и крыша не гниет, и он стоит. А знаете почему? Я знаю, что он будет стоять. Не знаю, сколько, но еще, как свидетель, что с того дома началось пробуждение церкви и огонь Духа Святого. Когда вот так молодец ходил, собрались, и что, молодые проповедники, а наши отцы, дедушки, бабушки, садили сзади. Они не мешали. Они даже в другой комнате сидели, чтобы не смущать, не стеснять молодых проповедников. что мы не чирялись. И они проповедуют. Горять! Молитва! Я сейчас вспомню. Я об этом, по-моему, вам говорил, что все молились, когда Бог крестил Духом Святым, а не от пола, а так стояли все в воздухе. Все. И молодежь, и дедушки, и бабушки. А так сила подняла. И Бог крестил Духом Святым. И Бог одарил молодежь и видениями, и пророчеством, и исцелениями. Бог действовал. И знаете, в это время неверующие люди повыходили. Ну, это было время уже позднее. Вышли, а так, можно километра расстояния. Километра, может, два, может, и больше. Но два, то точно это было расстояние тех людей. И говорит, смотрят, огонь большой. Хата горит. Ну, чья? Маринки. И люди с ведрами бежат тушить. Приходят, огонь над крышей, огонь, столб огня. Они до дома подошли, а там молитва. А они с ведрами с водой. Видите? И эти люди сегодня служат Богу. Ви свет. Ви свет. Верят ли они в нас этот свет? Верят ли они в нас этот свет, что он горит? Что, когда мы молимся, этот свет с неба сходит? И мы в его свете. И когда мы уходим в этот дом, у нас, видимо, наше лицо сияет радостью. Сияет радостью. Сияет. Я вспоминаю слова одного из братьев в Австралии, который мне сказал, я благодарю Бога за это слово. И он сказал, ну, вы знаете, мне очень плохо было, так плохо с сердцем, я пришел, как вот сегодня Лене говорю, моли за меня, я не знаю, как я буду стоять. И я так пришел, и мне очень больно. А он мне говорит, подошел ко мне и говорит, Вася, где ты попал? Я говорю, что такое? Ты, посмотрев в зеркало, на кого ты похож, ты весь черный, измученный. Ты должен сиять, отборать славу Божию, где ты попал в этот дел сатаны, что он тебя напал, и тебя нет отображения, ты во тьме, не во свете. Поканься, нам нужен свет. Мы сами ходим, как ночь. Мы ждали света, дайте нам этого света, а ты пришел, как ночь к нам. Зачем нам тьма? Мы и так во тьме. Я говорю, Господи, спасибо. Ты вот так меня трахнул. Ви свет, Ви соль, вы дайте им свет. Милые братья и сестры, сегодня от нас ждут насмотреть наши близкие, родные, соседи, по работе. Мы им говорили, что мы верующие, что мы знаем Бога. Как мы им засветили, может, в глазах потемнело? Вот так мы засветили. Бог спросит за это. Бог взыщет за это, что мы опорочили имя Божие, Он свет, а мы назвали себя сыновьями и дочерями света, а мы тьма, и мы не расстались с тьмою. Бог спросит, почему ты был во тьме единым? Почему у тебя отображение было тьми этого мира, этих похотей, этого разложения, этого зла, этой зависти, этого кривиты, этого раздражения, этого всего нечистого? Это от тьми, не от света, оно в тебе. Почему? Ви свет, пока свет с вами, веруйте в свет, Иисус отошел и скрылся от них. А знаете, почему? А потому, чтобы они увидели, ушел от них свет, а будет ли свет? А будет ли свет? Вот почему он скрылся, чтобы показать сегодня для нас, что Христос с нами, когда он у нас. Но когда мы в церкви, Христос здесь, и мы можем радоваться, и вы, что мы сынами света, он нам вышли за порог дома, у нас нет света, мы были возле света, но не в свете, и света у нас нет, потому что внутри нет. Он показал, что нужно, чтобы он был не возле вас, а у вас. Он может скрыться, и его не станет, и тьма объемлють вас, и тогда в полном отчаянии, тогда в проблемах, тогда в тупиках, тогда ему, говорите, я молюсь, спрошусь, а ответа нет. Боже, где ты? Где ты? Где искать избавление? Где помощь? Куда звони? Кому звони? Кому обращаться? Он говорит, дождь моя, я с тобою, аминь. Я не оставлю вас сиротами. Что ты забыл о этом? Забыл об этом? У меня есть благословение, у меня есть исцеление, у меня есть радость, у меня есть устроение, у меня спасение, аминь. Я свет. Не уходите от света. Я спасающий, я милующий. Свет на мне сегодня. Он отошел и скрылся, показал, что это нужно сегодня мне. Не быть в церкви только со Христом, а чтобы он был во мне. И где я буду, там будет церковь, там будет и служение Богу, и жизнь Иисуса Христа. И знаете, что Христос сказал? Люди, которые во свете, и ходят во свете, они будут светом дома, на работе, и когда приходит этот свет, и все до места стоящего, огонь на жертвеннике. Огонь на жертвеннике. Свет! Божья сила! Божий огонь! Божья слава! А если приходим во тьме, у нас ни молитвы нет, ни радости нет, и в глазах хоть спички став. Правильно сказал прад Павел Иомкову, куда лучше встать, а куда проснемся посадиться. Это лучший вариант. Пусть плоть покраснеет, но зато пусть хоть душа может что-то услышит. Можно и царство проспать. Братья, дорогие сестры, я знаю, если мы будем гореть огнем, вот здесь горит огонь. Я этого не забуду. Я вам говорю, люди намного больше, тяжелее работали. Я знаю, как мы работали, и как наши матери работали, а с какой жаждой они шли пешком? По 7, 8, 15, 17 километров на служение. И шли, жажда и шли. Они шли жаждой. И шли неуставшие. И знаете, я порой смотрел на них, я особо молодежью, я говорю, давайте хоть один день сделаем выходной, чтобы они нет, ни одного дня. Жажда. Это свет. Это свет. Если у нас будет этот свет здесь, то мы будем и гореть везде. И нам не надо говорить. Алик часто говорит, ну, мне же нужно вас. Я не поймите, я не против. Я не ношу не из-за того, что я, просто, что люди соблазняются. Я не ношу. Как мне один брат сказал, я не могу участвовать в переломлении, потому что у тебя галстук я снял. Он мне не нужен. Он меня не привлекает. Соблазнялись на этом кольце, с нас снимали их. Правда, у меня его, в бракосочетании, я его и так и не надевал, чтобы они соблазнялись. Но если я его ношу, для того, как многие говорят, я ношу кольцо, чтобы ко мне не приставали, то это грех. Носи ты его. Носи, чтобы к тебе не приставали мужчины, то я хочу сказать, мужчина, никакой блудник не пристанет к свету Божьему. Никакая тьма не пристанет. Я, помните, говорил, на горячую бляху муха не сядет. Горящему христианину, христианке, блудник или блудница не пристанет. Никогда. Если ты горишь огнем благодати Духа Святого, тебе не будут строить глазки, тебе не будет говорить, тебе не будет устраивать, нет, потому что ты свет, не тьма. Но если ты тьма, то к тебе и подстраиваюсь, тебе и смотрят, тебе и предлагают, тебе и располагают, потому что Господь будет весь свет, весь соль, вы не тьма. И не грешите, что вам нужно от чего-то, чтобы показать, что вы верующие. Ну что, пресс поцепи. На шею. Поговори, что ты христианин. Нет, не это. Сегодня покончали обольстительные экологи, иначе институт, и уже значки. Закончил какой-то библейский институт. Да ты закончил не библейский. Если ты закончил библейский, ты никогда не надел бы, а твое сердце, глаза говорили, что я поназанник Божий. Владимир Духом Божиим, исполнил Духа Божьего. Он не будет показать, какая у него золотая Библия, а у него будет золотая речь Божия. Духа Святого, огня Духа Святого, слави Божией. Там будет свидетельство о небе, о новом Миросалиме, где луится чистого золота. Аминь. Там будет эта слава Божья. Там будет краса Божья. Потому что там свет просвещения истины. Это Господь и свет. Вы никогда не можете быть мою, если бы с Ним и отдали Ему свое сердце. Дорогие братья и сестры, я бы хотел сегодня, чтобы мы склонили наши колени и сказали Господу наше состояние, о том, что мы сегодня хотим от чего-то избавиться или чему-то прийти. Я напомню еще несколько, некоторые места перед молитвой. Эфессианам 5 глава 8, даже возьми немножко выше, 6 стих и ниже. Никто, А также скверно слово и пустое слово и смиротворство неприличное вам, а напротив благодарение. 8 стих. Вы были некогда тьма, а теперь свет. 8 стих 5 главе Эфессиана. Вы были некогда тьма, а теперь свет. Господи, поступайте, как чад.